В Энсполсе сегодня завершилась дискуссия о возможностях расширения бизнеса для предпринимателей сферы химической промышленности. Конференцию «Вэнсполский свободный порт. Возможности для промышленных предприятий» организовали Вэнсполская дума и управление Вэнсполского свободного порта, Союз химиков Российской Федерации, Латвийская ассоциация предпринимателей химико-фармацевтической сферы, Латвийское агентство инвестиций и развития, а также Посольство Российской Федерации в Латвии. Важными аспектами для бизнеса являются эффективная логистика и транспортировка грузов. Вэнсполский свободный порт это мероприятие определил как латвийско-российская бизнес-конференция под названием «Вэнсполский свободный порт. Возможности для промышленных предприятий». Это предприятие сначала арендовало одно здание, им стало там тесно. Свободный порт построил новое здание в другом месте, и это еще одна особенность. Предприятие сама выбирает под эту фирму специально. И, значит, потом она уже, используя европейские средства, расширила это здание. И потом она решила, надо обосноваться здесь. Она решила, нам будет более надежно еще, да, хотя, как говорил господин Сармолис, это договор о рене, защищает полностью. Но они решили купить эту недвижимость и купили это здание. Сейчас швейцарцы полностью владеют этой собственностью. Но это был их невыбор, да. То есть мы готовы на все эти варианты. Цель данной конференции – информировать предпринимателей сферы химического производства о предложениях Вэнсполского свободного порта для потенциальных инвесторов, которых интересуют возможности расширения бизнеса за пределами Российской Федерации. Также предприниматели обменивались практическим опытом в вопросах транспортировки груза через порт, актуальных проблем и их эффективного решения. Вэнсполс в эти дни посетили российские и латвийские ведущие производители химических и нефтегазовых продуктов, а также минеральных удобрений. На второй день конференции гости посетили Вэнсполский порт и терминалы, встречались с потенциальными бизнес-партнерами в Латвии.